жертва в отношениях нам свойственно быть сопричастными то есть женское начало и мужское начало если муж и мужчина видел муж мужчина видел отношения достойные в семье между родителями и отношения к себе то там жертвовать ничем не нужно там присутствует договоренность то есть мужчина мужчина несет сумку тяжелую или привозит домой продукты или вместе садимся в машину едем куда-то да женщина выбирает мужчина это все грузит поднимает домой а когда папа по отношению к маме вел себя по другому то тогда женщина будет эти сумки таскать сама и тогда она будет жертвой потому что в ее семье и в ее в бессознательном как привычка как норма это было на протяжении долгого времени то есть жертвую мы тогда когда в нас это прошито как норма если это долго происходит такая зависимость то начинается следующая история вот крест который там у нас я просто не взяла с собой эту табличку ну вот принцип вот это то есть сценаристы роли действия то когда мы выбираем бессознательно себя человека мы выбираем его по принципу то что есть у него не достает мне то есть женщина выбирает мужчину из расчета я вот это не умею словно водить машину не умею а он умеет ну мы вот да это начинает объединять но все остальное остается за кадром то есть две жизни абсолютно параллельные со своими достижениями со своими какими-то умениями а только ну куда-то в отпуск где-то там просто поехать в тот же магазин поехать и ничего дальше то есть нет общей цели нет общей задачи нет общего направления и это называется условно влюбленные ну вот в отпуске классно там по субботам воскресенье куда-то сходить классно она как-то своими делами занимается он своими делами занимается нет объединения то есть нет синхронизации и тогда семья равна работе то есть на работе место там кто-то имеет мужчину кто-то там где-то он подчиняется женщина приходит со своей работой дома что-то делает а он это считает как само собой разумеющиеся и тогда женщина начинает жертвовать потому что ее зацепка за то что он умеет выводить машину для нее становится очень значима и эмоции то от того малого порядка которые там присутствовали но не знаю раз в год там или нового новый год и отпуск то она за это цепляется мужчина это видит и начинает ее использовать то есть он большей степени отдаляется и только вот эти промежуточные какие-то моментики и дают ей радость и она ради всего будет содержать дом будет работать будет пахать будет молчать лишь бы вот эту малую толику получить и это жертва или же наоборот да да то есть мы всегда нам чего-то недостает и мы всегда пытаемся добрать и ради того чтобы это иметь на многие можем на многое можем закрывать глаза плюсом сценарий среды своей то есть на автомате это можно мы не пытаемся это отрегулировать в настоящем то есть пронесить прояснить проявить уточнить как-то найти общую задачку цель там какую-то перспективу то тогда будущее будет на полуавтомате то есть вот отпуск будет объединять а все остальное каждый сам по себе и вот в этом случае то ли мужчина жертвует то ли женщина жертвует и столики малой но условно статус жены или статус мужа для кого-то очень значим и ради того чтобы быть замужем женщина может многим многим жертвовать то есть на многое закрывать глаза